Добрый вечер, уважаемые коллеги! Начинаем пресс-конференцию после матча Сочи-Кунг-Лонь. Главные тренеры команд подведут итоги игры Юси Таппола и Сергей Александрович Зубов. Юси, вам слово. Вау, good quality, good hockey game today here in Sochi. Good opponent. And first two, I think it was pretty, pretty even. And then when we scored after that, well, Sochi had a lot of chances to make it, make it even. And we were fighting and fighting and struggling and, well, I guess they earned that, that win. But, but good, good play for our team. We made a huge progress from, from the game against Jogarit. Это была хорошая игра, достаточно высокого качества, хороший соперник. В первых двух периодах игра в целом была равная. А в третьем, после того, как мы повели в счете, у Хака Сочи было игровое преимущество и соперники создали множество моментов для взятия ворот. Вот один из них использовали. В итоге мы проиграли, но это для нас был все равно шаг вперед по сравнению с первой игрой, которую мы провели позавчера в Хельсинки. Спасибо, Сергей Александрович. Ну, во-первых, всех болельщиков Сочи с первой полноценной победой. Молодцы ребята постарались сегодня. Мы также отмечу, действительно держались два периода и игра была догола. Нам пришлось немножко добавить после пропущенного. Хорошая победа, хорошая боевая победа. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Не забываем представляться, прежде чем задать вопрос. Виктор Миколаевский, интернет-радио, мобильный комментатор. Вопрос к обоим-тренерам. Кого бы вы в своей команде отметили в плане связки или, может быть, даже звена? И довольны ли вы результатом? Результат точно? Вопрос? Не надо. Про результат. Давайте я отвечу. Конечно, результатом мы довольны. По связкам мы нарабатывали в течение последнего месяца. Было пару турниров, где мы просмотрели много вариантов. Сейчас есть так, как есть. То есть эти звенья останутся постоянными? Нет. Я могу в своей команде выделить вратаря Ивана Налимова. Он много раз спасал команду и, в общем, сыграл здорово. Спасибо. Еще вопросы? Еще один вопрос к тренеру восточной команды Сергею Зубу. Как обстоят дела у травмированных игроков у Артема Томилина и у Артема Томилина и у Артема Томилина и у Артема Томилина. У обоих незначительные травмы. У Артема Томилина в верхней части тела, а у подиа в нижней части тела. Мы мониторим, ждем их назад. Спасибо. Александр Сулаев, хоккейный клуб Сочи. Вопрос Юйси Тапола. Ровно месяц назад вы играли против хоккейного клуба Сочи на турнире «Сочи Хоккей Оупен». Насколько изменилась команда Сочи за этот месяц? Ну, естественно, мы знаем, что они практиковали много в предсезонах. Ну, естественно, мы знаем, что команда Сочи упорно тренировалась все это время. И это видно по прогрессу. Сейчас игроки находятся явно в лучших кондициях по сравнению с игрой месячной давности. И вообще я считаю, что у этой команды есть все для того, чтобы провести успешный сезон и, возможно, стать одним из лидеров в этой лиге. Потому что здесь есть и хорошие игроки, и хорошая система. И, в общем, есть все для того, чтобы прогрессировать дальше. Спасибо. Слушай, коллеги, если вопросов больше нет, поблагодарим тренеров за игру. Спасибо. 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 Спасибо.